Дорогие друзья, уважаемые единомышленники, сегодня я представляю на своем канале Армена. У нас как-то уже была с ним запись. Он работает совместно со Светланой Аполлоновой на ее канале, поэтому я надеюсь, что наша информация дружественная пройдет сразу на двух каналах, и вы можете познакомиться тем самым и с каналом Светланы Аполлоновой. Добрый день, Армен. Приветствую вас, Виктор Алексеевич. Женщины работали активно вот именно на этом уровне проблем нашей государственности. Поэтому давайте за вами тогда инициатива. Какие вопросы вы хотели мне задать и что нам с вами вместе нужно было бы для наших зрителей осветить? Виктор Алексеевич, вот была бы очень интересна тема схемы макроэкономических диверсий Запада и их нейтрализации. То есть попробовать разобраться в вопросе о том, как, какими способами сегодня вот Запад пытается воздействовать в этой сфере и как можно купировать, профилактировать эти вызовы. И хотелось бы начать с вопроса о том, как мы понимаем суверенитет. Потому что всем понятно, что одной из таких серьезных ставок в этой глобальной борьбе двух мощных цивилизаций является как раз обретение России вот полного суверенитета. А как мы понимаем понятие суверенитета с вашей точки зрения? Армен, спасибо тебе, во-первых, за такие достаточно глубокие вопросы. И эти вопросы действительно взаимоувязаны. Потому что когда мы с тобой коснемся блока экономических, финансовых проблем, то станет понятно, что они могут решаться только на базе наличия суверенитета. То есть если суверенитета нет, то говорить там, так сказать, о каком-то эффективном управлении бесполезно. Ну а вот сегодня наш президент действительно ставит вопрос о полном суверенитете даже. И вот мне очень хотелось бы, чтобы у нас на уровне, по крайней мере, той общественности, которая интересуется проблемами концептуальной значимости, было понимание, как суверенитет увязан вот вообще со всеми базовыми аспектами концептуального уровня значимости. Ну вот я тогда начну именно с суверенитета, но посмотрим на него с позиций достаточно общей теории управления. Ну понятно, что такое суверенитет. Ну суверенитет это по-русски там самовластье. И это в конечном счете реализуемая на практике способность управлять. То есть не в декларациях, когда написано, что вот у нас вот этим все все управляют. А по факту посмотришь, оказывается не так. Вот поэтому вот что же такое реализуемая на практике способность управлять? Вот она может быть реализована только на базе полной функции управления. Когда управление начинается не с управления структурами, которые просто имеют некие свои собственные интересы, а на что они работают, не очень ясно. А управление любое в соответствии с полной функцией управления начинается с чего? С выявления факторов среды. То есть а что мешает жить-то? Управление в нем возникает потребность тогда, когда что-то не так. Вы чувствуете, что что-то не так. А вот это почувствовать, что не так, это не так просто. Потому что вот это что-то не так, оно... И я попробую сразу вот основные блоки увязать для зрителей такие компоненты концепции общественной безопасности. Потому что если анализировать все факторы, то нужно иметь представление шести приоритетов. Потому что на общество влияют миллионы обстоятельств. Но они у нас все сгруппированы в шесть приоритетов, обобщенных средств управления общественными системами. То есть если нет понимания шести приоритетов, то невозможно выявить системно факторы среды, влияющие и мешающие вам успешно развиваться. Вот. А когда шесть приоритетов вы начинаете анализировать, то там понятно, по каждому из них сразу все всплывет. Допустим, ну первый приоритет, понятно, что нужно начинать с целей, смыслов, методологии, познания и творчества. Второй приоритет, допустим, исторический. Конечно, нужно, если вы хотите разобраться, что вам мешает, процесс надо ощутить, исторический процесс. А что было сто лет назад? А что было десять лет назад? А что есть сейчас? А что тогда, куда этот процесс идет, если на него не повлиять? Там все будет, ну, методом экстраполяции все понятно, куда плывешь. И так вот по всем приоритетам. Дальше идеологический, потому что иногда на уровне идеологии люди, рассуждая, говорят о своей концептуальности. Там вот, скажем, католики или протестанты, но это же идеологические вопросы, они никак не связаны с концепцией. Это в русле концепции разделяя власть, то игра просто идет. А есть специалисты, которые, значит, говоря об этих вещах, говорят это как о таких глобальных, концептуально значимых цивилизационных разворотах. Вот, таким образом, шесть приоритетов. А дальше что? Хорошо, шесть приоритетов нужно понимать, а дальше нужно иметь развлечение и понимать психику человека. Поэтому вот когда важнейший раздел, вот мы уже начали с чего? Значит, доту и полную функцию управления, потом шесть приоритетов, а потом как всплывает психика? Да, она всплывает так. Потому что когда вы начинаете, опять же, анализировать, а что вам мешает жить, то это зависит от вашей психики. Кому-то мешает, прежде всего, то, что вот пармезан исчезает, или Макдональдсы перестают работать, или там вот поездки за рубеж теперь как-то плохо получаются. И это нормально, но у них психика такая, что их это раздражает. А есть люди, у которых беспокоит то, что у зарплаты у учителя, которые обучают их детей низкая, или что у нас градостроительная парадигма такая, что всех загнали города-мегаполисы, а человек с преемственностью поколений в принципе не может развиваться в отрыве от природы. Его это беспокоит. Следующего беспокоит отсутствие целомудрия у девушек, потому что он понимает, что если мы целомудрия не сохраним, то через 3-4 поколения цивилизационное ядро наше исчезнет. Вот откуда всплывает психика, потому что, к сожалению, люди в том числе и концептуально грамотные достаточно глубоко, они не всегда понимают, то есть у них нет мозаики. То есть они, да, они знают все про строй психики, они знают про достаточно общую теорию управления, они знают про шесть приоритетов. А зачем это? Они могут рассказать про шесть приоритетов. Но они не понимают взаимовложенности всех этих блоков в единый процесс управления нашей государственностью. Вот. И точно так же, если смотреть по полной функции управления, дальше мы на что выходим? Формирование вектора цели, да, концепции управления. Но ведь когда вы формируете вектор цели и концепции управления, вы должны учитывать шесть объективных закономерностей бытия. Иначе как же вы насочиняете, а природа-то вам не позволит реализовать, если вы не понимаете вот эти объективные закономерности бытия. А какие они? А вот известная из нашей концепции формулировка, и часто и на вашем канале, и Михаил Викторович об этом говорил, это общебиосферные закономерности, любые законы. Но если вы им не подчиняете свою деятельность, то эти общебиосферные закономерности выбросят вас и исчезнет ниша вашего существования. Ну а как же тогда? Какую же концепцию вы строите? Дальше. Видовые, значит, закономерности. Ну, то есть вы должны понимать, что вот пиявки, допустим, они могут быть и мужского, и мужские, и женские особи в зависимости от обстановки. А вот, скажем, человек, это он заранее, гендер его определен природой самой. Вот. Если вы этого не понимаете, то тоже зайдете в тупик. Дальше. Дальше на сферно-религиозные закономерности. Дальше социокультурные, экономические, управленческие. Вот для чего это надо. Это опять все связано с реализацией суверенитета. Вот мы ведь говорим о суверенитете, а посмотрите, как вот эти модули тут же всплывают, не понимая, которые суверенитета вы никогда не реализуете. Дальше, скажем, идем, если по полной функции управления, там уже пятый этап формирования структур, контроль там за их деятельностью. Но чтобы этот контроль реализовать, нужно что? А нужно понимать схему взаимосвязей частных процессов управления вот с полной схемой матрично-эгрегориальных воздействий. Это тоже очень известная картинка, и она, по-моему, у вас тоже демонстрировалась. А это что такое? А это влияние на суперсистему населения нашего, да и на отдельного человека. Каких, значит, воздействий матрично-эгрегориального уровня? Это влияние бизнес-власти, это влияние государственной власти. Вы должны учитывать. Если вы строите систему управления, не учитывая эти обстоятельства, у вас ничего не получится. А вы часто выстраиваете схему управления в таком абстрактном, чистом пространстве. Нет, нужно учесть влияние бизнес-власти, государственной власти, всех социально обусловленных эгрегоров, ну и, наконец, природной среды, зарубежья и божьей вседержительности. Если вы это не учитываете, то у вас ничего не получится. Ну а, наконец, уже, а вот для понимания всей матрицы, о которой мы поговорили, нужно понимать всю матрицу жизнеречения. Это не управление, которым мы сегодня занимаемся. Мы управляем структурами. Это не жизнеречение. А вот ту последовательность, которую я рассказал, вот это жизнеречение. Но она доступна кому? Она доступна только тем, кого раньше называли уровнями жреческого уровня. Ну, то есть кадры жреческого уровня. Это те, о ком говорил Пушкин. Он говорил, волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Это не те люди, которые за деньгами гонятся. Правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесную дружен. То есть это те, кто опираются и понимают, что такое вседержительность. И вот если в такой цепочке пройтись, очень значимо, я думаю, вряд ли кто-то когда-то давал эту информацию, вот в такой логике. Я, собственно, и сам как-то анализируя уже вот нашу предстоящую встречу, для себя, в общем-то, вложил это вот в такую цепочку. И я 30 лет этим занимаюсь, но даже у меня вот это, ну, как говорится, уже столько объяснял, что даже сам понял. Знаете, о профессорах так говорят и так далее. Так вот, я вам скажу, что именно в процессе вот, значит, как-то, ну, предварительных размышлений, о которых мы с вами говорили, я вот сегодня, может, впервые даю такое свое понимание, о котором я никогда не говорил. Когда все блоки, вот они, я их перечислил базовые, но они не просто так. Потому что если каждый блок сам по себе изучать, ну, это, конечно, здорово. Но непонятно, ну, да, вот я типы строя психики изучил, ну, и что дальше? Вот, я попытался показать вот эти все взаимобложенности, связи, и как только вы вырываете одно извение, все у вас рассыпается. А самое главное, я скажу вот в завершение этого нашего сюжета, я скажу о том, что когда мы говорим о волхвах, которые не боятся могучих владык и которые за деньгами не гонятся и с божьей вседержительностью дружат, то в чем тогда корень истинного суверенитета? А вот в отсутствии, значит, у нас подготовки на уровне жреческих структур. А что для этого, ну, необходимо? Так вот, корень истинного суверенитета, он лежит в педагогическом суверенитете. То есть мы должны сформировать такую систему образования и такую педагогику, которая начнет готовить специалистов в этой сфере. Сегодня у нас, вот скажем, на курсе, который ведет Михаил Викторович Величко, Будков Сергей, они готовят таких специалистов. И вот я надеюсь, что в апреле нам удастся, может быть, такой круглый стол провести, даже пригласим несколько десятков детей, которые действительно обладают жреческими знаниями. Но их возраст 10-15 лет. Они прекрасно эти вопросы все воспринимают, понимают безукоризненно. И вот самая глобальная провокация с этих позиций, которая была проведена против нашей государственности, это баллонский процесс, который был внедрен в систему нашего образования. Все. Это утрата суверенитета педагогического, а он первичен. Это корень истинного суверенитета. И у нас, вы прекрасно помните, допустим, даже вот когда закладывалась такая суверенность развития нашей государственности, вот где-то с 28-го по 53-й год, какие основные базовые курсы были в школах, основы логики, основы психологии, изъятие этих предметов, оно лишает даже зачатков жреческих знаний. Второй пример приведу по периоду, когда задумывались о системе жреческих знаний. Я вам приведу такой пример. В 43-м году, вдумайтесь, что такое 43-й год, решением Сталина было введено раздельное обучение девочек и мальчиков. В 43-м году понимали, что такое глобальная безопасность нашей государственности. А потом Хрущев отменил это раздельное обучение. А что в результате? А в результате мы получаем на выходе мужеподобных девочек с сигаретой в зубах и женоподобных мальчиков, которые при объявлении специальной военной операции начинают разбегаться в разные стороны. Вот что такое суверенитет с позицией концептуальных знаний, с позицией достаточно общей теории управления. Вот я так пространно ответил на ваш вопрос, но на мой взгляд очень содержательно. Спасибо, Виктор Алексеевич. Я понимаю, что сегодня вот это противостояние в гибридной войне идет, конечно, на всех приоритетах. Может быть, просто на каких-то оно видно больше, оно больше выплескивается, так скажем, на странице газет или на экраны тех, кто это все обсуждает. Но среди всех этих вот разных уровней противостояния давайте чуть больше поговорим сегодня об экономике, которая, понимая, что ни в коем случае она не является самой главной и понимая, осознавая, что она является только четвертым приоритетом управления, но тем не менее она тоже важна и здесь сегодня есть достаточно интересные и глубокие процессы, о которых далеко не все говорят. Вот с вашей точки зрения сегодня Запад какие механизмы использует, скажем так, какие диверсии, какие вот такие замысловатые схемы используют для того, чтобы притворять жизнь как бы своей цели и вот одерживать победу, как они хотят того, в этой гибридной войне. Армен, мне кажется очень логично ты ведешь нашу беседу, в каком смысле? Да, сегодня можно было бы по всем приоритетам с равным успехом пройтись и увидеть везде наши просчеты, ошибки и упущения, но сегодня в текущем моменте наверное вопрос экономики вопрос номер один. Почему? Потому что мы вышли сегодня уже на шестой приоритет. мы начали борьбу не на первом приоритете и даже не на идеологическом помните Пушкин о всех приоритетах достаточно внятно говорил а мы вышли на шестой а невозможно победить на шестом благополучно и надолго не одержав победу на самом близко к нему расположенном на четвертом потому что оружие война проплата наемников это все идет туда откуда денежки капают то есть это сегодня очевидно поэтому не разобравшись на уровне четвертого приоритета недопустимо вести вот работу только на уровне военного оружия она не даст долгосрочного устойчивого результата и здесь тоже можно говорить о разного рода деталях но хотелось бы начать с того что наши руководящие звенья нашей государственности должны правильно понять что такое гибридная война вот сегодня к сожалению этого понимания даже нет я слышу от маститых аналитиков военных от руководителей там государственного уровня что они под гибридной войной понимают ну вот это когда поляки стреляют с украинской территории то это война гибридная а вот когда они начнут стрелять со своей территории вот тогда уже начнется настоящее это примитивизация понятия гибридной гибридная война это война методом культурного сотрудничества на всех шести приоритетах и мне очень хотелось бы чтобы вот я как раз у меня под руками оказалось до дню чекиста вышел справочник он называется справочник по межкультурному взаимодействию вот я продемонстрирую два тома этого справочника у меня есть вот так очень хотелось бы чтобы вот именно сегодня познакомились мы и на уровне руководства нашей страны значит все специалисты аналитики посмотрели бы это эту информацию значит справочник он называется так безопасность общества в условиях глобализации задачи сотрудников компетентных органов авторство внутренний предиктор соборной социально справедливой России и значит рубрика здесь такая введение в специальность для чекистов и их коллег разных спецслужбистов как российских так и зарубежных а также для командного и рядового состава вооруженных сил депутатов и госслужащих вот такое предисловие к этому справочнику его можно если в интернете просто набрать справочник по межкультурному взаимодействию он в интернете в свободном доступе изложен так вот если с позицией которая дается вот в этих значит двух томах то тогда станет понятно что мы имеем дело поистине с гибридной войной которая ведется на всех шести приоритетах и в общем-то на всех шести приоритетах со стороны запада она ведется достаточно успешно а мы не говорим даже о системе шести приоритетов отражая эти как бы провокации так вот самое главное что вытекает из этой информации что если мы говорим об уровне экономики то нужно понять главное что сегодня вот как раньше была экономика на земном шаре в основном устроена ну за исключением частичном соцлагере да это экономика экономика была отношения стран развитых как они называются и развивающихся сейчас для тех кто понимает просто калька сохраняется но переименована развитые страны раньше назывались митрополиями раньше они назывались митрополиями а вот так называемые развивающиеся раньше назывались колониями вот и все Все остальное сохранилось. Как были экономика для митрополий и экономика для колоний, так и осталась экономика для развитых стран и экономика для развивающихся. Это две совершенно разных экономики. Если, как вот ты мне задал вопрос, если говорить, конечно, о макроэкономике. Микроэкономика, как там прибыль сделать, она одинаковая и везде и на Западе, но блока макроэкономики государства и мира у нас в стране нет вообще. И глубокая убежденность на высших уровнях руководства, что макроэкономика это настолько тонкий вопрос, что его преподают только на Западе. Но проблема в том, что действительно весь наш макроэкономический блок прошел обучение на Западе. Но на Западе как система образования выстроена? Там университет это просто сросшаяся со спецслужбами структура, которая ведет отбор кадров. Не подготовку кадров, а отбор. Из университетов отбирают единицы, которым дальше дается образование в сфере макроэкономики. Оно дается в закрытых системах и в открытой системе образования не дается вообще. Но им дается одна макроэкономика. Макроэкономика для метрополий. То есть, как можно из колоний выжать все возможное. Потом приглашают на обучение туда специалистов, включая специалистов нашей страны. И им дают не менее сложную, глубокую экономику, но экономика для колоний. Там тоже наука, глубочайшая экономическая наука, но цели другие. Вот где опять же доту, цели полагания всплывают. Цели там какие? А как можно отдать все, что возможно, метрополии, но как бы чтобы аборигены-то сохранились? Иначе как ты будешь метрополию кормить, если они все вымрут? Поэтому вот это очень тонкая такая система, которая настраивает на то, чтобы не сгубить как бы жертву вампира. И чтобы вампир был все время сыты доволен. Вот, собственно, никто не скрывает, что в 90-е годы именно так закладывался наш механизм. Он по-другому просто не может быть. И поэтому, когда вот у нас выражают такое неудовольствие тем, как поступает наш макроэкономический блок, они не могут иначе поступать, потому что образование основа всего. Они образование получили в 90-е годы. Где они получили? В институте системного анализа в Вене, в других учебных заведениях в Соединенных Штатах. И им дали глубочайшую науку. Они абсолютно уверены, что нужно действовать именно так. Потому что они знают, что если так не поступят, то через МВФ сделают кирдык для нашей системы. Это запросто. Поэтому они как бы спасители нашего Отечества. Поэтому проблема – они резко повышают ставку. А, скажем, в метрополиях везде резко падает ставка. Ну, то есть, и по всем остальным вопросам просто встречно противоположные действия происходят. Почему? Потому что главная задача колонии в момент, когда у метрополии сложились проблемы, это как-то прикрыть и взять удар на себя. Поэтому, когда кризис происходит в Америке, то проблемы все возникают в России в большей степени, чем в Америке. Вот я, может быть, вот опять же такое макроэкономическое вступление, как нас обманывают. Нас обманывают, опять теперь мы начинаем с образования. То есть, нам дали образование в сфере макроэкономики для колоний. И мы честно, через наших подготовленных специалистов, отрабатываем в этой системе так, как нужно решать макроэкономические проблемы. Вот. А так, если посмотреть, то я бы напомнил, что вот опять же был выход у нас в 52-м году на полный уход от экономической зависимости. Но для этого вспомним выражение Сталина. А я его помню где-то близко к наизусть. Вот. Сталин в свое время сказал так. Если страна свою валюту привязывает к чужой валюте, ну, тогда он говорил капиталистической, ну, неважно, к чужой валюте. Тогда о самостоятельной, стабильной финансовой и экономической системе можно забыть. То есть, как только вы привязали свою валюту, ну, какой же суверенитет, если у вас нет своих денег. Наш рубль – это квитанция на право получить деньги, да. То есть, есть доллар. Мы не можем и по сию пору напечатать рубли, поскольку у нас нет долларов. Это вот в соответствии с той наукой, которая преподавалась нашим макроэкономистам. И вот в 52-м году, понимая это, Сталин в апреле, по-моему, провел такое крупное международное экономическое совещание. А там присутствовали СССР, страны Восточной Европы, Китай. И он предложил создать зону мировой торговли полностью альтернативной долларовой системе по всем параметрам. Причем тогда, когда он проводил это совещание, огромный интерес проявили такие страны, как Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай. Ну, они тогда уже понимали свое предназначение. А, между прочим, тогда же интерес проявили к этой инициативе и Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия. Они тогда кое-что понимали, в отличие от дня сегодняшнего. И вот для тех, кто понимает, как играют по-крупному, когда Сталин провел это совещание в 52-м году, то дальше его судьба была предрешена. И убийство его в 53-м году, в моем понимании, связано именно с событиями 52-го года, с апрелем, когда он напрямую поставил вопрос о создании общего рынка и введении межгосударственной расчетной валюты, полностью эквивалентной и замещающей доллар. И тогда речь шла о золотом рубле, но он тогда еще не понимал, что нужно было ввести энергообеспеченный рубль. И тогда бы все проблемы были решены. Виктор Алексеевич, вот известно, что во времена Иосифа Виссарионовича Сталина была такая схема торговли, внешней торговли, когда товар обменивался на товар. И вроде бы при Хрущеве, насколько мне известно, вот эта схема была изменена, и уже появилась другая схема, когда товар начала обмениваться на купюры. Вот есть ли здесь какая-то загвоздка? Почему именно в этот период произошло такое изменение в этой схеме, на ваш взгляд? Ну вот это как раз речь идет о том, что процедура развала СССР, она началась с 1953 года. То есть кто-то говорит, как же так, Советский Союз рухнул в одночасье. Да ничего не в одночасье. Ровно с 1953 года началась вот эта операция. В соответствии с известной доктриной Соединенных Штатов, Совет национальной безопасности США. Вот. И она шла достаточно логично, посредовательно на всех шести приоритетах. И действительно, вот помимо всего остального, когда Хрущев разогнал там, так сказать, все частное предпринимательство в виде артелей, когда поломал систему управления в виде совнархоза, и многое-многое другое. То есть вот все, что было позитивного, все было разрушено. Включая в том числе и раздельное обучение мальчиков и девочек. Так вот, едва ли не самый значимый вопрос. Да, это выход на то, что, правильно ты сказал, что он впервые, я не помню точно, по-моему, в 1956 году впервые была проведена операция, когда не на товар или на золото, а на купюры. И эти купюры начали оставаться за рубежом. Значит, и, соответственно, многие люди стали задумываться, а как бы эти купюры потом использовать в правильном направлении. Вот. И это действительно тот вопрос, который непонимаемый по сию пору, что товар можно обменивать только на товар. Нельзя товар обменивать на цифры в компьютере или на купюры, ну, это очевидно, потому что даже аборигенам как-то раньше давали хотя бы бусы какие-то, да. А когда тебе просто цифры в компьютер присылают, то выглядит это немножко нелепо. Но, тем не менее, стереотипы макроэкономики настолько мощно развиты, что когда вы об этом говорите, ну, это как бы или до смешного доводится, это известно, не извести великое до смешного, возвеличить смешное до великого, или тебя начинают, там, так сказать, не принимать в среде ученых, хотя это очевидно, и любая экономика должна с этого начинаться. Поэтому здесь я считаю, что ты абсолютно прав, начав с этого вопроса, именно тогда и была заложена эта первая бомба, когда мы решили, что это нормально, когда мы отсылаем товар, а нам в ответ присылают бумажки. Так что я здесь соглашусь. Спасибо. Следующий вопрос. Как вы уже отметили, вот наша валюта, рубль, сегодня привязана, да, к доллару. И, по сути, когда есть такая привязка, естественно, возникает вопрос соотношения. А как они должны друг к другу соотноситься? И многие наблюдатели говорят об огромной недооцененности рубля. Вот даже по данным Международного валютного фонда за прошлый год справедливый курс по паритету покупательной способности оценивался в 34 рубля за доллар, даже по данным МВФ. Есть ли здесь какие-то моменты манипуляций? Вот, знаете, смотря с какой позиции посмотреть. Если посмотреть реально с макроэкономических позиций того механизма, который мы с вами описали, как должны быть выстроены отношения между митрополией и колонией, то тут просто идеально. Именно так и должно быть. Но тут даже нет намека на какую бы то ни было самостоятельность и экономическую суверенность государственности. Потому что действительно соотношение валют должно выстраиваться, если мир, как бы так сказать, справедлив, исключительно и только по паритету покупательной способности. А иначе как получается? Иначе мы все свои товары продаем в 2-3 раза дешевле. У нас-то ценообразование идет рублевое. Дальше пересчитывают это все. А покупаем все в 2-3 раза дороже. Ну, это нормально для колоний и, значит, митрополий. Вот с этой точки зрения наука строго соблюдается. И все наши макроэкономисты вам тут же объяснят, что на всех курсах, которые они проходили, и вся наука, которую они изучали, она говорит, что должно быть именно так. А если вы посмотрите реально, то нет ни одного товара, который бы был эквивалентен вот при таком обменном курсе. А обменный курс задается на бирже. Просто и создается искусственный дефицит. Ну, вы понимаете, вы недавно помните, вдруг, значит, рубль упал там в 2 раза, да, там, так сказать, в 2 дня. Это что, так у нас все в стране рухнуло, фабрики перестали работать, рабочие все разбежались. Да ничего, это просто спекулятивные операции, значит, на финансовом рынке, которые позволяют выстроить любую схему. Поэтому, если вы посмотрите по любому товару, вы ни одного товара не найдете, который бы соответствовал вот этому курсу. Допустим, ну, я вот недавно помню, где-то смотрел я, может, пару месяцев назад, соотношение рубля и евро, ну, скажем, по киловатт-часу электроэнергии. Так вот, в Германии киловатт-час в 7 раз дороже, чем у нас. Вы понимаете? Но мы же можем перетоки осуществлять там сегодня на рынке, да? Вот, условно говоря, если мы продали, значит, Германии, значит, электроэнергию, а потом купили у нее, то разрыв в 7 раз получится, наши потери-то составят. И так по любому другому товару. Возьмите по гамбургерам или еще почему. По любому товару практическому, который мы поставляем за рубеж, вот такой разрыв. Поэтому это идет на государственном уровне. Но это каждый может ощутить на себе. Ведь как устроены колонии? Вот любой, значит, человек, приезжающий из метрополии, ну, у него есть какие-то карманные расходы всегда. Ну, скажем, у него лежит, американцы там многу не носят, но у них в кармане там 100-200 долларов всегда есть, да? Но дело в том, что когда он приезжает в колонию, то он с этими деньгами становится неслыханно богат. Он может накупить то, что ему и не снилось в Америке за эти деньги купить. А вот если мы с вами поменяем наши денежки, рублики, по их курсу, который нам предложен, и приедем в Соединенные Штаты или в Европу, то мы окажемся в 3-4 раза беднее. То есть что такое паритет покупательной способности и как должна устанавливаться? Ведь Сталин тогда установил, вот мы с вами говорили в 52-м году, как он установил стоимость рубля? Ему принесли расчеты 5.30, он зачеркнул и написал 4 рубля. Все. И это официальный государством установленный курс, он соответствовал реальному курсу вот по паритету покупательной способности. А что такое паритет покупательной способности? Вот наши зрители, они не экономисты. Опять же, я на пальцах просто по-простому расскажу, что такое паритет покупательной способности. Вы берете 1000 долларов в Соединенных Штатах и берете корзиночку и идете по разным группам товаров, продовольствие, одежки, обувь, спортивные там принадлежности, ну такой товар особый, и покупаете что-то на 1000 долларов. Теперь эти 1000 долларов обмениваете по нынешнему курсу на рубли, приезжаете в Россию, берете ту же самую корзиночку и с той же самой корзиночкой проходите по всем тем товарам, которые вы приобрели в Америке и покупаете в России. Так вот, в России вы купите на эти деньги в 2-3 раза больше. Вот в чем вопрос-то. Вот что такое паритет покупательной способности. И он выстроен исключительно по схеме колония-метрополия. Вот и весь секрет. Поэтому это глубоко научное соотношение, но в рамках той макроэкономики, которую преподают нашим макроэкономистам. Я могу подтвердить ваши слова примером из личного опыта. Я в свое время жил в Новой Зеландии, и когда периодически приезжал, допустим, домой, в Армению, погостить, ну, естественно, у меня были в кармане какие-то деньги, которые я заработал, работаю учителем. И я с удивлением замечал, что по сравнению, так скажем, с местными учителями, да, я удивительно, так скажем, состоятельный человек. Хотя понятно, что учительская зарплата в Новой Зеландии это не самое высокое по сравнению с другими. Но и люди мне говорили, видишь, какая страна хорошая, Новой Зеландия, что учителя получают такие хорошие зарплаты. А им пытался объяснить, да, дело не в Новой Зеландии. Система так построена, чтобы так оно и было, чтобы вот эти сахибы, да, так скажем, белые люди, приезжая в колонию, они чувствовали себя, так скажем, хозяевами жизни. Да, я с вами совершенно согласен. Ну, и, наверное, приезжая, ты ощущал, что ты вот по карманным расходам очень богатый человек, да? Конечно, конечно. Ну, привычным для тебя. Абсолютно верно. Да. Так, какие еще вопросы? Следующий вопрос. Ну, Россия богатая страна. И всем известно, что у нас, или, может быть, даже не все это знают, но мы сейчас подчеркнем еще раз, что у нас очень большое положительное сальдо торгового баланса. Просто для информации, в январе-сентябре 22-го положительное сальдо торгового баланса России составляло 251 миллиард долларов. Вот при таком, да, положительном сальдо, казалось бы, Россия должна жить лучше всех, если бы все было справедливо. Но где здесь подводные камни? Почему вот при таком хорошем показателе дело обстоит несколько по-другому? Ну, видишь, Армен, здесь как раз проблема мировоззрения и мировосприятия. И даже в твоем вопросе, вот я бы вот это как бы и почувствовал, что действительно навязаны некоторые стереотипы, что положительное сальдо торгового баланса – это классно. Это значит, о, какая великая страна. То есть, ну, действительно, вот народ как-то так воспринимает. А в действительности это просто показатель, насколько тебя обманывают. То есть, конечно, все рукоплечи, о, ты смотри, молодцы макроэкономисты, у них положительное сальдо торгового баланса. Что это значит? Это значит, что мы везли товаров намного больше, чем везли к себе. А остальное – теми же самыми бумажками. Это то, с чего мы начинали. Потому что положительное сальдо торгового баланса не может быть в суверенной экономике. Как это там сказать? Ты куда-то везешь, а тебе ничего не везут. Так зачем же туда везешь? Ты тогда уж лучше не вези. Зачем качать нефть, если нефть принадлежит следующим после нас поколениям? Это же нонсенс какой-то. Мы качаем нефть, а в ответ нам ничего. А в ответ нам шлют бумажки, которые мы закладываем потом в их государственные обязательства. Это какой-то нонсенс. Это, понимаете, вот если я говорю о наших 10-15-летних детях, они этот вопрос вам расскажут настолько глубоко, что я даже сотой доли этого понимания ни разу не слышал из уст наших макроэкономистов. Поэтому, чтобы здесь у нас не было иллюзий, положительное сальдо торгового баланса говорит о полном неумении вести внешнюю торговлю. То есть оно может быть в кратковременном смысле, в течение месяца, в течение квартала, с учетом того, что в следующем квартале у вас, естественно, поступят товары. Но, к сожалению, у нас на протяжении последних 30 лет всегда было положительное сальдо торгового баланса. Ну, извините, ну это же как? И мы чуть ли не гордимся этим. Мы чуть ли не гордимся, что нас обманывают. А все остальное где? А все остальное в бумажных офшорах, в бумажных, так сказать, купюрах. И мы удивляемся, что у нас не хватает средств на образование, или на медицину, или еще на что-то. Это все надо благодарить наше положительное сальдо торгового баланса. Спасибо. Следующий вопрос. Известно, что доллары печатают в Федеральной резервной системе. И также всем уже хорошо известно, что их печатают очень много. То есть этот станок не останавливается, он все время работает, работает, их становится все больше и больше. И возникает ощущение, что здесь тоже работает какая-то схема, что с увеличением вот этой денежной массы происходит что-то, скажем так, чего мы до конца пока не понимаем, какая-то афера. Так ли это? Да, это здесь, Армен, абсолютно прав. Потому что если посмотреть график эмиссии денежных средств Соединенными Штатами, там просто фантастические цифры. То есть они просто за какие-то там 2-3-5 лет могут увеличивать денежную массу в 5 раз, допустим. И при этом у них нет инфляции. Нам говорят, что нельзя, значит, печатать деньги, инфляции, а у них-то инфляции нет. Так вот, здесь настолько тонкие схемы работают, и настолько есть хитрые структуры, что сейчас мы не будем подробно об этом говорить. Я скажу только на одном очень простом примере. Вот мне, собственно, я даже свои первые книжки, там 30 лет назад писал, там экономическая азбука, я там на обложке и писал, что это для студентов и школьников, для домохозяек, для министров экономики и финансов. То есть я попробую рассказать так, что домохозяйкам и школьникам будет понятно, а вот, к сожалению, министрам это будет непонятно. Почему? А потому что у них образование. Они уже имеют свои стереотипы, и они вовсе не нацелены на работу против государства, они нацелены на работу так, как их учили. Так вот, чтобы понять вот эту схему, что вроде бы как бы, ну вот они печатают, это же они-то печатают, а проблемы-то это наши. Вот в чем проблема. А мы этого не понимаем. Так вот я объясню. Значит, для того, чтобы понять это, нужно перейти в так называемую обезразмеренную систему измерения экономических величин, денег, в обезразмеренную. Что значит обезразмеренная? Вот мы примем общее количество денег, долларов на земном шаре, за единицу. Вот все деньги, которые есть в долларах, это единица. И тогда у каждого из нас будет какая-то часть от этой единицы. Ну, скажем, в Соединенных Штатах одна пятая, в России там одна сто двадцать пятая, в Великобритании столько. То есть у каждой будет иметь какую-то долю. И вот, скажем, у нас была там, ну, была единица, мы владели одной сотой от этой единицы. Но что такое одна сотая? Значит, у нас вот эту единичку-то, это числитель, это сколько у нас в карманах. А знаменатель, это сколько всего есть денег на земном шаре. Так вот, дробь-то можно уменьшить не только уменьшая числитель, но и увеличивая знаменатель. То есть как только вы увеличили знаменатель, так та доля, которой вы владеете, вот была общая масса, да? Общая масса увеличилась, знаменатель увеличился, а значит численность дроби вашей уменьшилась. Вот и вся, как бы, технология, которая работает. То есть чем больше они печатают, тем беднее мы становимся. Не они, потому что для них, вот я иногда слышу такие досужие рассуждения наших экспертов, они говорят, что да вот там у них денег не хватит, да вот там, значит, кризис наступит. Да ничего этого не произойдет и никогда. Дело в том, что это ложный посыл. У них всегда на все хватит, потому что они могут увеличивать этот знаменатель до бесконечности. И у них просто меняется масштаб цен. Вот говорят, вот там все подорожало, да ничего не подорожало, это доллар подешевел просто. Соответственно, их было столько, цена стала в два раза дороже на нефть, так они спокойно напечатают в два раза больше доллара, и у них-то ничего не изменится. Изменится в мире, но не у них. Они меняют масштабы и шкалу цен, но не меняют свое благосостояние. Ну вот так я постарался немножко в другом ракурсе эту тему рассмотреть. Спасибо. И следующий вопрос – это вопрос того, на что мы продаем наши ресурсы. Скажем, да, мы продаем нефть, и в какой-то момент нам рассказывают, что нефть начинает дорожать. Но на самом-то деле это не столько нефть дорожает, сколько доллар-то падает, и, соответственно, получается, что нефть становится дороже. То есть в этом случае опять идет какое-то жонглирование курсами валют, цифрами. А есть ли способ, как можно ту же самую торговлю проводить на более справедливых началах? Есть ли какой-то вариант, где можно исключить вот это жонглирование, такое субъективное жонглирование курсами валют, ценами, вести более такой твердый стандарт? Да? Есть ли такая схема? Ну вот вопрос, который задаешь, для меня он очень понятен. Но, к сожалению, специалистов, до которых можно достучаться, в стране нет. И в чем здесь проблема? Что вот этот вопрос, он возникает на стыке двух наук – экономики и метрологии. И вот я защищал кандидатскую диссертацию в главной палате меры весов по экономике. Я кандидат технических наук по экономике. И я понимаю, что такое система измерений глубочайшим образом до деталей. А и с другой стороны, доктор экономических наук, я понимаю в экономике. И вот только понимая и то, и другое, можно понять этот вопрос. Дело в том, что экономика – это единственная отрасль, где нет единицы измерения экономических величин. Вот единица экономических величин – это эталон. Вот представьте себе, что у вас в механике вдруг исчез бы метр вот в его понимании сегодняшнем, а утром бы вам говорили, что вот метр к дюйму – вот столько-то, а килограмм там, так сказать, к фунту – вот столько-то. А что такое килограмм? Ну как, килограмм с фунтом – вот так соотносится. Вот сегодня у нас в экономике именно так. У нас невозможно сделать сборку, потому что нет абсолютной шкалы, мы говорим, измерения экономических величин, и нет единицы измерения. Единственная единица, которая способна была бы навести порядок и понять, что, чего и сколько стоит – это энергетический стандарт обеспеченности валют. Такого в истории человечества никогда не было, чтобы не было товарного какого-то эквивалента. были там, у кого ракушки, у кого шкурки песца, у кого зерно, у кого металлы, потом золото. И вдруг в наш-то просвещенный век у нас нет товара эквивалента. Ну, хоть в попугаях, но в чем-то надо мерить. Так не бывает, чтобы мы измеряли экономические величины в долларах. А что такое доллар? А никто не знает, завтра утром вам скажут. Опять же скажут о соотношении с чем-то, но не что такое доллар. И вот в этом вся проблема. Она мировоззренческая, она жреческого уровня, как бы, потому что это не вопрос экономики, это не вопрос арифметики, это вопрос миропонимания. Хотелось бы, чтобы в нем наконец-то мы разобрались. Как только мы введем энергетический стандарт обеспеченности валют и введем, значит, скажем, энергетический руань или энергетический рубль или энергетический, не знаю, брикс, то все встанет на свои места. Это будет валюта, которая по определению не безинфляционна. Она не может быть инфляционной, потому что киловатт-час, он и в Африке киловатт-час. Ну, вот так я на этот вопрос отвечу, чтобы не раздувая это на отдельную лекцию. Виктор Алексеевич, мне остается поблагодарить вас за столь интересную беседу и выразить надежду, что это наша далеко не последняя встреча. Ну, спасибо вам за встречу. Я хочу пожелать успехов вам, Светлане, пусть она держится также на серьезных позициях мировоззренческих. Для нас очень важно, что вот именно народная поддержка и народное понимание нашей информации есть, и оно с каждым днем ширится. Так что успехов вам и пожелаем добра, благополучия нашим зрителям. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok